Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас психологический взгляд, психологическая оценка, можно сказать, психологические советы в ситуации, когда вы находитесь в кризисе. Как пережить кризис? Я сегодня не беру ситуацию, например, какого-то семейного кризиса, кризиса в отношениях. Я хочу все-таки быть ближе к вот той сложной экономической ситуации, которая сложилась у нас в стране. Кто-то потерял работу, кого-то перевели на удаленку, и он не стал готов, он не адаптировался, он не хочет адаптироваться к этому режиму. У кого-то просел бизнес, кто-то понимает, что надо глобально трансформироваться и что-то менять. То есть вот мы сегодня с вами говорим о том, как пережить в целом вот, наверное, такой кризис, который связан с профессиональной сферой, с материальной сферой, отчасти может быть связанной с самооценкой и самореализацией. Вообще, как возникает вот такой вот кризис? Есть два пути, два направления. Первое, это когда постепенно мы сначала слышим какие-то тревожные сигналы, потом эти сигналы становятся громче, и потом уже наконец происходит там какая-то пиковая ситуация, мы понимаем, что мы уже что-то потеряли, что мы вошли в некую стадию необратимости вот этой вот, да, что все уже как раньше не будет, и мы что-то потеряли. Вопрос в материальном плане мы потеряли или с точки зрения там каких-то ментальных вещей. А есть другое развитие событий, когда бах, и все. Да, какие-то факторы этому предшествовали, но мы, может быть, не улавливали эти факторы, мы, может быть, не считали нужным как-то их отслеживать, либо нам инструментов каких-то не хватало. В общем-то, чтобы не было первопричины этого кризиса, вывод один, то есть, да, мы сейчас, например, в нем находимся, у нас стал денег меньше, мы вообще запутались в том, на каких же направлениях сконцентрировать свои усилия. Наше самоощущение, вот это самосознание, оно как-то немножко так пошатывается, да, мы, может быть, на каком-то этапе уже не так уверены в себе. К тому же есть СМИ, есть социальные сети, есть какие-то знакомые, коллеги, от которых мы каждый день по многу раз слышим о том, что все плохо, денег у людей нет, бизнесу плохо, заработать нет возможности, и дальше будет только хуже. Мы вот в этом сосуществуем, скажем так, да, мы не можем закрыть глаза и игнорировать, это тоже ошибочная стратегия. Так что же делать, когда вы вот в таком, может быть, профессиональном, может быть, в материальном кризисе оказались? Первое. Признать, что это уже факт. Отбросить какую-то детскость. Как до сих пор, я удивляюсь, у некоторых вот это вот есть, даже, причем, кстати, у предпринимателей некоторых, но и людей, или у людей, скажем так, так или иначе, связанных с бизнесом. Они там заявляют что-то типа, да ну, да все пройдет, это все фигня, да больше это все наносное, это СМИ, на самом деле ничего такого нет. Есть уже определенные реалии. Да, эти реалии пока каких-то бизнесов коснулись больше, а каких-то бизнесов меньше. Да, кто-то более подготовленным вошел в этот кризис, а кто-то менее подготовленным. Но это не значит, что его нет. Поэтому самое главное принять вот этот вот факт и смириться. Следующее. Очень важно позаботиться о каких-то базовых вещах. Собственная физическая безопасность, удовлетворение каких-то витальных, скажем так, жизненных, да, потребностей, чтобы ваша жизнь ничего не угрожала. Вот там минимальная какая-то, какие-то у вас средства были. То есть вот чтобы вот этот пласт проблем у вас был решен, чтобы дальше могли уже чуть более со стратегическим прицелом на свою жизнь смотреть. Чтобы искали возможности. Потому что кризис это потрясающее время для возможностей. Очень важно перестраиваться. Что еще важно? Важно отслеживать свое эмоциональное состояние и не игнорировать его. Если вы сомневаетесь, если вам плохо, тревожно, злитесь, беситесь вы. Ну что, ну раз или два вы, может быть, напьетесь. Ну, может быть, там вазу какую-то разобьете, да. Вам на какой-то момент станет легче, но потом только усугубит это состояние. Поэтому очень важно расшивать эти эмоции. Вот вы понимаете, что вы на чем-то таком зациклились, зависли. И вот это состояние, оно забирает у вас энергию. Покопайтесь, покопайтесь. В чем причина? Какая причина есть? И она очень такая привитивная, она очень физическая, выраженная в предмете каком-то, в человеке, в цифре, да. Например, вы видите то, что на самом деле какой-то ваш знакомый вдруг неожиданно поднялся в кризис, да. А вы наоборот сидите без работы. Или вы рассчитывали на что-то там, а весь год у вас пошел на смарку. Раскопайте вот эту причину. Когда вы раскопали, вам легче уже разложить на то, на что вы можете повлиять и на что не можете повлиять. Следующее. Очень важно, кстати, в кризис, вот не игнорируйте эту составляющую. Ухаживать за собой и, скажем так, внешне поддерживать вот это вот состояние, этот образ, что у вас все хорошо. То есть даже если вы дома на удаленке сидите, даже если вы фрилансеры и временно без заказов сидите, вы сами должны жить по режиму, по плану. Вы должны минимально как-то ухаживать за собой, поддерживать себя вот визуально в том состоянии, в котором вы привыкли. Это очень важно, чтобы не расслабиться, чтобы дальше собраться. Иначе мы создаем себе такую ситуацию, какую-то вечную пижамную вечеринку, только это не праздник, это жизнь. Что еще очень хорошо помогает, но это больше коучинговая техника. Я же не только психолог, я еще и коуч. Вот как я работаю с своими клиентами, очень многие же приходят с запросом, как им найти какие-то возможности, да, что они не смогут, например, открыть свой бизнес или там что-то изменить в карьере, что они не смогут, но они вот хотят, да, что-то там перестроить, сделать. Я их прошу обратиться к их опыту и вспомнить то, что у них получалось. Многие начинают жаловать, у меня вообще никогда ничего не получалось. Да я неудачник, я просто в этом не признаюсь. Но мы докапываемся до тех моментов, когда у него что-то получалось. Может быть, он в детстве на конкурсе рисунков победил. Может быть, его директор за игру на пианино похвалил. Может быть, он продал на рекордную сумму клиенту, хоть он этого клиента три года, да, пас, все что угодно. Вот мы докапываемся до ситуации, когда он смог, когда у него получилось, у него был результат. Я у него спрашиваю, а что вам помогло в этом? Какие ваши ресурсы, какие ваши действия, подходы, инструменты, отношения с людьми, да, может быть, самодисциплины и так далее. И люди уже отвечают, им проще с помощью этого инструмента сориентироваться, что же делать дальше. Поэтому вы сами с собой можете такую работу провести. Кризис – это отличное время, чтобы, опираясь вот на то, что у вас хорошее уже есть, что имеется, а по-любому у кого-то что-то хорошее. Да, есть, не бывает человек с одним минусом, чтобы уже определить какой дальнейший путь действий. Кстати, обращайте внимание и на физически сложные ситуации. Например, как вы решали проблему, когда оказались без денег, или как вы решали проблему, когда заблудились в рисунке. И обращайте внимание на эмоциональные проблемные ситуации. Когда вас бросил парень, когда у вас была безответная любовь, когда какой-то человек очень вас обижал. Ну, то есть, иногда вот эти вот эмоционально сложные ситуации, они намного для нас больнее. Ситуации даже, когда мы совсем оказались без денег, когда мы не знаем, что будет с нашей карьерой. Вот, поэтому обратитесь к тому и к другому периоду, что вам помогало, что вам выручало. Очень часто эмоциональные и физические сферы переплетены. Возможно, ваши подходы, которые вы себе использовали в эмоционально сложных ситуациях, они вам помогут как раз и вот в этой материальной ситуации, как говорится, в физической. Поэтому вы себя лучше всех знаете, вы себе можете помочь. Что еще важно в кризис? Не бойтесь обращаться за помощью. Не надо стоять с протянутой рукой, не надо ныть ходить, но спросить совета у человека, которому вы доверяете. Честно сказать своим близким, что вы оказались в определенных затруднениях. Почитать различную информацию с доступных источников. Если есть средства, есть время пройти какое-то обучение. Проконсультироваться. Я, например, веду клиента в своем коучинге, в своей психологии, психотерапии тех, кто, скажем так, решает какие-то карьерные вопросы. Кто на трансформационном пути определенном стоит. Я работаю, мы планомерно какие-то задачки решаем. Бывает мы в формате еженедельной встречи, бывает это более комплексная такая сжатая программа. То есть мы уже подбираем непосредственно под человека. Поэтому если вот есть у вас какие-то вопросы, вы понимаете, что вам интересно было бы пройти вот эту конституционную помощь, чтобы с вами поработали, чтобы с разных сторон ваши возможности вам помогли открыть, пожалуйста, обращайтесь ко мне по контактам, они под видео указаны и в интернете, у меня и сайт есть, и соцсети. Пожалуйста, я буду очень-очень рада с вами поработать. Так вот, давайте дальше. Что касается того, что лучше все-таки, чтобы специалисты с вами работали по возможности. Следующее, что важно в кризис учесть. Настроиться на то, что вам придется быть мобильным и гибким. Да, многие из нас застряли в определенной зоне комфорта. Это хорошо, это удобно, это накатанные действия изо дня в день. Ну, не самое плохое положение. Вы знаете, что 8 часов на нелюбимой работе отсидите, но потом-то вы насладитесь, может быть, любимым пивом, может быть, любимым сериалом, может быть, там, каким-то хобби своим. Но кризис это время такое, когда вы вынуждены вместе с внешней средой перестроиться. Вы должны и внешне перестроить как-то свою деятельность, да, направление какие-то определить, скорректировать. Но и внутренне вы все-таки должны быть начеку, вы должны быть бодрячком. Либо вот вы это возьмете как основу деятельности, и у вас получится что-то изменить. Либо будет очень сложно. Следующее. Перейдите к тактике от избегания, к тактике решения проблем. Вообще очень люблю эту фразу, да, когда у нас нет проблем, у нас есть нерешеная задача. Задача, которую мы можем решить. Разделите то, что вы можете решить, что вы не можете решить. И вот то, над чем можно работать, над этим и работайте. Это очень-очень важно. Не надо в кризис сильно длинных каких-то стратегий планировать. Сразу окунаться в один какой-нибудь проект, да еще и все деньги в этот проект вкладывать. Лучше небольшими шагами тестируйте, пробуйте. Это очень удобная схема поведения, и она особо-то не рисковая, да, но она дает возможность вам как-то определяться, уже ориентироваться, что у вас срабатывает, что нет. Что важно еще в этот кризисный период? Отказаться вообще от всего, что неэффективно, что тянет вас вниз от любых пассивов. Может быть какие-то действия, может вам стоит прекратить какой-то ваш проект. Может быть вам уже перестать деньги вкладывать в то, что не приносит результат. Но по-любому от чего-то нужно отказаться. Иначе вы вот с этими карманами полными песка, вы просто не сможете идти вперед. А сейчас надо быть налегке, надо, как говорится, да, путешествовать с рюкзачком за плечами, а не с огромным чемоданом. Или с несколькими чемоданами, которые вы за собой волокете. Ваши знания, они легкие, они ничего не весят, но именно они дадут вам возможность зарабатывать и дальше. А вот какие-то вот эти вот проекты неудавшиеся, ну перешаглите через них и идите вперед. Следующее. Очень важно в кризис все-таки настроиться на будущее. Стараться искать что-то новое. Ориентироваться на какие-то проекты. Быть внимательнее к тому, что делают ваши конкуренты. Что делают на смежных рынках. К тому, что просят клиенты. К тому, что вот вам лично чего не хватает. В этом может быть, кстати, тоже точка роста и какого-то бизнеса, и какого-то улучшения. Поэтому именно в кризис что-то новое рождается и запускается. Не всегда основа какая-то сильно созидательная. Но люди, в общем-то, вот кто уловил вот эту вот возможность, они на этом огромные империи и бизнеса строят. Следующий момент очень важный. Жить в формате гипотез. Я его уже упомянула, что надо тестировать маленькими шагами. Так вот, подробнее про вот это тестирование. Что значит жить в формате гипотез? Вот вы какое-то предположение сделали, что, например, это вам поможет заработать. Или это вам поможет, ну там, то-то, то-то получить. То-то, то-то лучше сделать. Это ваша гипотеза. Вы ее тестируете на потенциальных потребителях, на аудитории, на знакомых и так далее. Там, что, смотря в чем проект этот заключается. И вы себе какие-то выводы делаете. Дальше уже корректируете. Жизнеспособна она или нет. Может, стоит ее доработать и обратно взять в работу, деятельность какую-то, предпринимать на основе нее. Таких гипотез должно быть много. И они в период кризиса у вас не должны иссякать, пока вы что-то подходящее не нащупаете. Что еще хочется проговорить? Еще раз обратите внимание. Нет длинным стратегий, нет каким-то очень долгосрочным планом. Но ситуация, она очень меняется. Вот она сейчас так, да, пока мы с вами общаемся. А через какой-то промежуток времени она будет уже совсем другая. И смысл тратить столько времени, ресурсов, энергии на долгосрочное планирование. Поэтому лучше планируем маленькими шагами. Итак, друзья, мы все сейчас с вами в очень непростой ситуации. В ситуации экономического кризиса. Да никому сейчас нелегко. Просто есть те, у кого подушка безопасности побольше. Кто как-то вот больше в этом ориентируется. Есть те, кому потяжелее сейчас и кто, может быть, уже многое потерял. Но все обратимо. Как мы знаем, циклично все наши процессы в истории, в экономике. Верьте в то, что скоро, наконец, наступит подъем. И вы уже сможете на вот этой волне, скажем так, плыть вверх. Но чтобы вам плыть вверх и чтобы все получалось, очень важно именно сейчас. Какие-то возможности искать, правильный боевой настрой иметь, больше тестировать, вспоминать, что вам в те разы помогало. Да, инструменты могут устаревать, но подходы, ваши ценности, ваша самооценка нет. Друзья, я желаю вам успешно пережить этот кризис. Пусть все у вас получается. Если вам нужна психологическая консультация или коуч-сессия, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я провожу их в онлайн формате, в отличном, удобном для вас онлайн формате. Мои контакты указаны внизу под видео. Также они есть и на моем сайте. Я есть в соцсетях. Желаю вам успехов. У вас все-все получится. Получится.